В эфире Ориен ТВ программа «Эхо недели» и в гостях у нас сегодня член конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Галина Шишукова. Добрый вечер, Галина Викторовна. Добрый вечер. Шишукова Галина Викторовна, доктор политических наук, профессор, руководитель социологического центра общественное мнение. Преподаватели в институте запрещали ей заниматься социологией, утверждая, что настроение людей для Советского Союза – тема неактуальная. Профессионально-социологическими исследованиями занялась в 1994 году и с тех пор весьма преуспела. К студентам не строга, но старается научить думать и иметь свое мнение. В марте 2018 присвоено звание «Женщина года» в номинации «Женщина-ученый». Буквально накануне вечером стало известно, что вы вошли в конкурсную комиссию. Как это произошло? Ну, мне позвонили из правительства несколько дней назад и спросили, не буду ли я возражать, если губернатор предложит мою кандидатуру в конкурсную комиссию. Я сказала, нет, конечно, не буду, потому что мне как политологу очень интересно было посмотреть вот этот весь механизм избрания именно на такой основе. Потому что всю свою жизнь я присутствовала при прямых выборах глав городов и нашего Оренбурга и как-то участвовала в качестве социолога в этом процессе. А вот в конкурсной комиссии, конечно, никогда не приходилось участвовать. То есть вы с губернатором не встречались, был один звонок, вам предложили, вы сразу согласились? Я сразу согласилась. А что вы хотите увидеть? Что я хочу увидеть? Я хочу посмотреть, каким образом, собственно, проходит процедура представления программ кандидатов, какие документы они представляют, ну и вообще, что это за люди и, соответственно, как к ним может относиться население Оренбурга. Дело в том, что, на мой взгляд, вот было бы очень неплохо, если бы они представляли свои программы не только на конкурсной комиссии, но и в средствах массовой информации. То есть после того, как, допустим, их документы уже приняты и они, их кандидатура рассматривается в конкурсной комиссии, вот именно тогда, я полагаю, средства массовой информации могли бы обратиться к ним с определенными вопросами, а они могли бы презентовать свои программы. Вот вы, как член конкурсной комиссии, у вас есть какие-то полномочия, чтобы сделать процесс более открытым? Потому что в 2015 году, да, я пыталась выдвинуться и снялась как раз в тот момент, когда стало понятно, что даже я, как кандидат, не зайду и не послушаю, что будут говорить кандидаты, из чего состоит программа. Вы как-то можете сделать этот процесс более открытым сейчас? Ну вот что касается самого процесса, так сказать, объявления программы, обсуждения его, в общем-то все это прописано в положении, что каждый кандидат излагает свою программу, и там не написано, что все остальные должны при этом присутствовать. Нет. То есть никакой дискуссии и типа дебатов между кандидатами не предполагается по положению, но, соответственно, кандидат должен отвечать на вопросы членов конкурсной комиссии и быть достаточно компетентным, чтобы справиться с этим процессом. И вот мне в положении вот одно, так сказать, насторожило один момент, это то, что кандидат вправе представить программу, то есть получается, что он может и не представлять. Но потом далее в положении же написано, что те два кандидата, которые проходят непосредственно на городской совет, то есть когда они будут уже представлены депутатом городского совета от имени конкурсной комиссии, вот там они должны выступить с программой, и каждый из них должен изложить свое представление о том, как будет развиваться город. То есть вот такое положение интересное. Вот я так понимаю, что да, действительно, каждый кандидат выступает перед членами конкурсной комиссии, и они задают ему вопросы, а окончательное решение о том, кто же будет представлен в городской совет, оно принимается уже непосредственно конкурсной комиссией без участия кандидата. Ну да, так было и в прошлый раз. И так это положение. А каким будет основной критерий для вас по выбору кандидата? Вот на мой взгляд, очень важные моменты, которые учитывают все жители Оренбурга, это, во-первых, профессионализм, то есть способность, собственно, кандидата и в будущем главу города профессионально решать социальные, экономические вопросы, вопросы муниципальной жизни. То есть вот эта способность, она должна быть подтверждена определенным опытом. То есть вы будете смотреть в первую очередь на опыт работы? На опыт и на результаты этого опыта. То есть я вполне допускаю, что может быть представлен, допустим, директор какого-то крупного предприятия, который даже не обладает навыками работы в муниципальном образовании, но он уже проявил себя как руководитель очень хорошо, его знает город. Почему бы нет? Почему бы ему не подать, так сказать, документы и не попытаться избраться на главу города? Я так полагаю, что да, это вполне возможно, что могут быть представлены такие кандидаты. Другое дело, что ситуация очень тревожная и вот заседание конкурсной комиссии и вообще весь этот процесс проходит в условиях, ну, которые даже сам губернатор определил как кризис муниципальной власти. Вы согласны, кстати, с этим определением? В принципе, я согласна с тем, что это кризис. И это кризис прежде всего не только самой муниципальной власти, но и способа формирования этой власти. Вот мне думается, что если бы по-прежнему были выборы прямые главы города, то, соответственно, тогда ответственность и за то, что Арапова, допустим, избрали бы все жители города, и все, что с ним произошло, и все, что произошло с его заместителями, ответственность за это легла бы на жителей города Оренбурга. А в ситуации, когда все-таки избрание состоялось именно на основе решений сначала конкурсной комиссии, а самое главное на основе выборов депутатов городского совета, то есть это не прямые выборы, это опосредованные, это представители народа, депутаты избирают, так сказать, главу города. Вот этот механизм, он чреват последствиями и для города, и для региональной власти. То есть получается, что ответственность в какой-то степени лежит и на губернаторе. Ну, с его, как бы, одобрения кандидатура Евгения Арапова была. Ну, естественно, поскольку в конкурсную комиссию входят и представители, которые назначаются по указу губернатора. Ну, получается, что должен какую-то ответственность на себя брать за кризис муниципальной власти, который он озвучивает сейчас? Ну, я бы сказала, что ответственность за то, что наш, так сказать, глава города по предварительным данным оказался нечестным человеком, должен нести прежде всего сам Арапов. Прежде всего. А вот что касается последствий для губернатора того, что он предлагал, что это прошло через городской совет, и Арапов стал главой города, и губернатор его поддерживал. Ну, естественно, последствия политические для губернатора тоже, в общем-то, есть. А по-вашему, не было бы лучшим решением для губернатора, в том числе, сейчас все-таки провести референдум за прямые выборы и организовать прямые выборы главы? Ну, это, в принципе, невозможно. Я вам сейчас объясню. Во-первых, для проведения референдума, допустим, регионального референдума, нужен срок, когда речь идет и о сборе подписей, и о предоставлении документов сначала в избирательном комиссии. Ну да, это долго довольно-таки. Это очень долго. В то время как решение о, так сказать, снятии Арапова с его должности, и он не подал какие-то протестные документы в суд, а, кстати, мог подать, да? Да, да. Не согласится, да? Он не подал, то есть он согласился с этим решением, следовательно, остается вот всего два месяца для того, чтобы принять решение уже о следующем главе города. Как вам состав комиссии? Вы знаете, он очень изменился по сравнению с 2016 годом. Ой, простите, с 2015 годом. Когда в 2015 году, вот в августе формировался состав комиссии, и в сентябре было первое заседание вот этой конкурсной комиссии, то те пять человек, которые были представлены губернатором и рекомендованы им в состав конкурсной комиссии, из них четверо, по существу, я даже специально решила посмотреть, кто тогда был в составе комиссии, и тогда четверо оказались представители правительства. То есть тогда были Баширова Вера Ериковна, Дедова Галина Алексеевна, начальник управления по взаимодействию с органами муниципальной власти, кстати, очень профессиональный человек, Кулагин Митрий Владимирович, второй вице-губернатор, и Мещерякова, исполняющий обязанности министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области. Получилось четыре человека от правительства, и еще один от законодательной власти, Коньков Александр Федорович, заместитель председателя комитета законодательного сообщества. Сейчас в лучшую сторону поменялось. Я думаю, что изменилось существенно. И вот теперь, как я понимаю, основная ответственность уже лежит не на представителях правительства, а на представителях общественных организаций и на, в частности, представителях законодательной власти. Вот смотрите, значит, сейчас у нас в состав именно той части, которая предлагается... Пяти человек, которые губернатором. Да, пяти человек, который предлагается губернатором, остается от прежнего состава Баширова Веры Ериковны, вице-губернатор, и все. А далее Иванова Александра Григорьевна, она председатель общественной палаты, то есть она представляет как раз общественность и гражданское общество Оренбургской области. Далее Трубников, заместитель председателя законодательного собрания, он представляет законодательную власть, неисполнительную. Далее, и самый, вот я считаю, большой, в общем-то, правильный шаг, который сделан губернатор, это включение в состав комиссии Мещерякова Юрия Николаевича. Ну и ваш покорный слуга, собственно, я могу считать, что в качестве одного из экспертов, потому что у нас есть такой экспертный совет в Оренбургской области, Оренбургский региональный центр политических исследований, куда входит более 30 экспертов. Ну вот мы экспертные оценки даем уже. Для чего такой состав? Вы правильно отметили Мещеряков Юрий Николаевич, который не вошел в состав прошлой комиссии? Для того, чтобы придать хоть какой-то легитимности вот этой процедуре? Я полагаю, что да. Во-первых, если Мещеряков Юрий Николаевич входит в состав конкурсной комиссии, то оценка им программ кандидатов, способность его задавать вопросы непосредственно по существу работы муниципальной власти, ну, у него она, в общем-то, самая высокая. И я полагаю, что вот его признание прежде всего населением Оренбурга, а сколько я проводила опросов, когда он был главой города, в общем-то, начала еще с 2003 года и так далее все годы, а затем уже последние выборы в Государственную Думу, у него всегда рейтинг был выше 50%. Рейтинг одобрения. И вот такой уровень поддержки, то, что он был способен сохранять много-много лет, такой уровень поддержки, говорит о том, что и сейчас в рамках конкурсной комиссии он пользуется поддержкой населения Оренбурга. Прервемся прямо на две минутки, после рекламы продолжим этот интересный разговор. Хорошо. Продолжаем говорить с членом конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Оренбурга Галины Шишуковой. Галина Викторовна, да, вы сказали, почему губернатор выбрал, ну, именно таких членов конкурсной комиссии. Вот, по-вашему, члены конкурсной комиссии, вы уже сказали, что должны нести ответственность. Вы не боитесь этой ответственности сейчас? Вы готовы вот поспорить с членами конкурсной комиссии, да, за там какого-то кандидата? К этому готовы? Ну, я готова даже какие-то свои предложения внести для того, чтобы работа конкурсной комиссии стала более открытой. Вот мне представляется, что, я уже говорила, что очень важно, чтобы кандидаты в средствах массовой информации выступали, те кандидаты, которые представят свои программы. Во-вторых, я бы, например, подготовила опрос экспертов по тем кандидатам, которые выдвинутся в конкурсной комиссии, и конкурсная комиссия признает, что они по всем документам проходят. И было бы прекрасно, если бы учитывалось мнение экспертов, причем экспертов самых разных, то есть экспертов в сфере экономики, экспертов в сфере права, социальное обеспечение. То есть вы, в принципе, не боитесь на себя это ответственность? Нет, не боюсь. Это что сейчас кто-то придет к власти, опять, не дай бог, не очень удачный, вас это не пугает? Ну, это же коллективная ответственность все. И не только конкурсная комиссия, а главным образом депутатов, которые будут принимать окончательные решения. Потому что конкурсная комиссия только предлагает, а решение принимает все-таки наш городской совет. Очень много ходит слухов по кандидатам. Какие-то есть у вас версии, возможно, понимание того, определился, например, с кандидатурой, со своей губернаторой или нет? Потому что в 2015 году было всем все понятно. Конечно, да. Вот сейчас ситуация намного сложнее. И я думаю, что, скорее всего, кандидатов несколько. Скорее всего, окончательного решения все-таки даже и губернатор пока не принял. Но я думаю, что какие-то кандидатуры он имеет в виду. Ну и кроме того, вот если вот сейчас вот вы бы меня спросили, как эксперта, а есть ли такой кандидат, который вот точно стопроцентно проходит и получает поддержку всех депутатов, и он имеет очень позитивную оценку со стороны населения города Оренбурга. Я вас спрашиваю, есть такой кандидат? Вот я бы не могла его назвать. Вот это очень сложно. Это очень сложно, потому что, с одной стороны, он должен пройти через депутатский корпус, а с другой стороны, все-таки его должны поддержать жители Оренбурга. Хотя бы номинально поддержать. То есть не голосовать за него, но с удовлетворением принять эту кандидатуру. Ну то есть сейчас даже примерно вы не можете назвать кандидатурой, которая выдвинется. Я бы не сказала, что есть такой политический и лидер, и хозяйственник, которого бы вот однозначно население принимало. Но по принятию населения понятно. А по тому, как складывается обстановка в городе, понятно, кто точно выдвинется, ну или с большой долей вероятности? Ну, мне думается, что есть определенные шансы у председателя городского совета Березневой. Эти шансы связаны прежде всего с ее должностью. Она уже председатель городского совета. Во-вторых, она женщина. Женщина еще не была главой города. А, кстати, я хочу сказать, что в нашем правительстве Оренбургской области 35% женщин. Это очень высокий процент для регионального правительства. И я так понимаю, что губернатор к женщинам-управленцам относится очень неплохо. То есть у женщин есть шанс? Да, у женщин есть шанс. И именно в том числе и поддержка самого губернатора. Но я думаю, что это будет достаточно сложно для нее, чтобы получить вот такую поддержку, в том числе и со стороны, так сказать. Так, Ольга Березнева еще кто-то. Вот. Мне бы представлялось, что один из членов конкурсной комиссии тоже подошел бы. Ну, раз он член конкурсной комиссии, то он уже не проходит. Это понятно, да? Вот. Я думаю, что вот если бы Трубников захотел баллотироваться, условно говоря, баллотироваться на эту должность, то поддержку населения он бы имел. Прежде всего, по итогам голосования за него как депутата законодательного собрания, по его известности в городе, по его, так сказать, статусу и положению он бы тоже мог... Ну, вот видите, его точно не будет. Скорее всего. То есть вы пока видите только две кандидатуры, одна из которых это член конкурсной комиссии. Ну, дело в том, что я бы могла сказать, что из оппозиции, допустим, мог бы Фролов Владимир Иванович попробовать, но с оппозицией очень сложная ситуация, потому что оппозиция сейчас, в общем-то, инициировала и референдум, и изменения в законодательство по поводу выборов главы города, и именно в связи с тем, что произошло в нашем городе в связи с арестом Араповой и его заместителя. И поэтому сложное положение у представителей оппозиции, не только у Фролова, но и у представителей, допустим, других партий, ЛДПР и КПРФ, они тоже могли бы попробовать. Никто не вошел из оппозиции в конкурсную комиссию. Это правильное решение губернатора, по-вашему? Ну, я так полагаю, что это решение связано с подавляющим большинством депутатов от «Единой России» непосредственно в городском совете. А что касается, так сказать, рекомендованных от губернатора, то, как видите, там, собственно, от правительства всего один человек, остальные все равно нет. Нет исполнительной власти. Ну, да, вот оппозиция не вошла. Может быть, и надо было. По крайней мере, со стороны депутатов можно было бы кого-то из оппозиции предложить. Но я сомневаюсь, что они сами выдвинулись бы. Там же ведь тоже очень сложный процесс сформирования вот этой части конкурсной комиссии. Там же идет голосование в городском совете, и там можно не пройти по этому голосованию. А так как большинство все-таки представителей «Единой России», то представители оппозиции могут предположить, как пройдет это голосование, и могут даже не выдвигаться. У вас завтра уже первое заседание, да? Ну, организационное, да, уже завтра. Еще такой вопрос хотелось бы с вами обсудить. Очень настойчиво появляются, вот буквально накануне, вновь появились в Телеграм-каналах в двух или в трех какие-то слухи, информация об отставке Юрия Берга. Уже не знаю, сколько мы наблюдаем, два или три месяца, вот буквально, говорят нам точно, завтра уже написала заявление. Мы видим, что это не подтверждается. По-вашему, с чем это связано? Это раскачивание ситуации для чего-то, или что это значит? Насчет раскачивания ситуации я вполне допускаю, то есть, что есть заинтересованные лица, которые готовы были бы ослабить позицию губернатора, и эти лица находятся не только в Оренбурге, но и в Москве. А она сейчас сильная позиция, вы говорите, ослабить? Ну, я не могу сказать конкретно, кто этим занимается, но что активно этот процесс идет, причем идет он, так сказать, безотносительно к тому, какая, какова позиция администрации президента. Ведь мы с вами прекрасно понимаем, что решение по тому, остается Берг, будет ли он баллотироваться на следующих выборах, принимается все-таки в первую очередь администрации президента. Она, в свою очередь, принимает это решение по целой совокупности критериев, которые оценивают работу губернатора. И поэтому, я так полагаю, что вот эти все вбросы и вот то, что происходит, это идет не от администрации президента, а идет по другим каналам. И поэтому мне представляется, что все-таки, это вот мое личное мнение, что все-таки до конца 19-го года, то есть до выборов в 19-м году губернатор, скорее всего, остается. То есть выборы у нас по плану без отставки губернатора по вашему году? Ну, по крайней мере, это возможный вариант. Это вариант, безусловно. Но еще раз повторяю, решение будет принято на основе совокупности тех критериев, которые есть. Мы допускаем, например, что Юрий Берко идет на выборы. Каковы шансы у него? Вот говорить пока рано о том, каковы шансы, потому что я как социолог считаю, что необходимо провести соответствующие исследования, в том числе об отношении населения к Бергу. Я уже много лет не провожу таких исследований, и просто нет заказов. И даже когда провожу исследования по другим темам, туда как бы рейтинг Берга не попадает. Но хотя бы сейчас можно было бы провести экспертные опять-таки опросы по оценке деятельности Берга, потому что на стол в администрацию президента ложатся данные статистики по нашей Оренбургской области в первую очередь по качеству жизни, по развитию экономики, по социальной сфере. И вот по некоторым показателям сейчас есть довольно благоприятные результаты. В частности, по успехам финансовой эффективности Оренбургской области мы оказались прямо в первой тройке. Интересно. Да, да, да. То есть вот как раз экономический блок финансовый возглавляемый женщинами в нашем правительстве очень успешно работает, и это признано экспертами. А у нас прямо остается минутка до конца программы. Какие-то еще реальные кандидатуры на должность губернатора вам видятся? От оппозиции возможно, возможно, как кто-то заезжий? Ну, мы знаем одного кандидата, который уже неоднократно заявлял о том, что он пойдет. Это Катасонов, Сергей Катасонов от ЛДПР, но опять-таки решение о том, пойдет ли он, зависит исключительно от руководства его партии, потому что мы помним, как все кончилось в прошлый раз. То есть, это реальный кандидат. Что касается всех остальных, я бы пока не стала называть такие фамилии, потому что это явно преждевременно. Жириновский приезжал, по-вашему, для решения вот этих каких-то вопросов? Я думаю, что нет, не для решения этих вопросов. Дело в том, что ситуация в региональном отделении ЛДПР достаточно сложная, вы в курсе, что там решался вопрос о руководстве фракции в законодательном собрании. Я думаю, что одна из причин, по которой приезжал Жириновский, связана ситуация именно внутри регионального отделения. А что касается вопроса о кандидатах от ЛДПР на пост губернатора, слишком рано решать этот вопрос. И я думаю, Жириновский не стал бы на него отвечать, если бы не те вопросы, которые были заданы журналистами. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Напомню, в гостях у нас была Галина Шушукова, теперь уже член конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы города Оренбурга. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова